это будет битва это будет битва колхида против массагета я играл когда-то за массагета мне нравится эта фракция у них такая липовое дерево на флаге здесь судя по всему что-то на льва похоже или химера какая-то химера по моему но что можно сказать у тех и у других достаточно скудный выбор армии ну скудный потому что не знаю ну как то вот колхидская знать ну колхидская знать гаплиты колхидская знать те же гаплиты там топорники там какие-то карт лиски ну топорники ну такое себе вот эти персидские там вот эти типа ковры там всякие блин из стрелков тоже никого из пехоты тяжелый только знатная конница там какая-то печаль честно печальку здесь это как бы кочевники могу судить что тут все печально потому что у них есть бронированная кавалерия и в основном кочевники это только кавалерия поэтому однозначно буду здесь набирать самых хороших скифских лучников бронированных это фракт вот так вот ну вот это то чем вы столкнетесь собственно говоря в конце кампании вот когда уже там будут они куча у них бабла они будут вот такой вот начинка ходить она может видеть катафракт еще с пиками будут ну вот это вот в основном допустим я буду ну пускай там скалахидская знатью там какой-то вот тут вот я буду вот сюда и знатью там я даже не знаю что сказать ну допустим у меня будут еще какие-то праздники которыми я попробую отстреляться кавалерии почему не беру лучников потому что у них нет шансов против тех бронированных вот какая-то такая битва получится ну вот играю за колхиду я думаю тем кто особо в тактике не силен могут столкнуться с вот этим вот это ну это просто жесть друг по другому не скажешь и это жесть нужен такое считает получается в общем карту и сейчас выберу какую-нибудь там где меди какой-нибудь может взять там эвлана земли ругал пусть будет земли ругал 8 пускай это будет лето и пускай будет дождь но допустим вот такая будет битва раз посмотрим чем это все чем это все закончится хотелось бы верить что хоть что-то смогу сделать в этом случае ну вот тут еще такой прикол вот этот лес он может меня спасти на самом деле может и возможно и спасет не знаю пока не могу сказать я покажу вот так вот выстроюсь так вот мысли дам все правило дел попробовать попробую так выстроиться дальностью прачников больше генерала поставлю в общем идея какая пока вот это знать будет будет принимать на себя удар лучников прачники должны как-то попробовать с ними справиться в свою очередь знаю посмотрим ну дождь день и тупо стоят на месте мы посмотрим как и некий пирога ну классно как конница это лучшая конница игре в коннице игре лучше конница в игре с луками перемещаю вот это все дружненько куда-нибудь в эту лесополосу вообще растянуты ну да ладно растянуты да растянуты давайте сюда сначала я напоминаю что целью этих битв является не прохождение кампании не победа в битве а показать ну вот допустим если плохида соприкоснется с вот этими вот вот они вот пошли уже вот когда я вышел они пошли но я не хочу ведь хорошо допустим ставьте так вот это вы знаете когда смотришь и это такое его жизнь боль ладно берите уже в эту посадку и быстрее быстрее не убегите и вы быстрее убегите я чем на чем на том что и вот вы играете в компании в какой-то момент вы развиваетесь развивается ваш компьютерный игрок и тут бац и выскакивает вот такое вот но вы допустим вот этим ходите там разматываете в ближнем бою вот этой колхитской значок каких-то там бомжей с коврами которые лезут со всех щелей там толпами и тут приходят вот эти ноты и чё ну я бы допустим конечно ориентировался на баллисты потому что когда баллиста выпит в один отряд полотряда снесет сразу четыре баллисты решают вот эти все вопросы и они тем более должны будут атаковать потому что их ну не вариант стоять и не будут идти на ближний бой там мы на ближний бой а на сближение первым но в такой вот битве где они могут полностью допустим там окружить как-то и начать просто расстреливать вот они конечно сейчас попробую прощу и зайти и начать расстреливать их но тоже насколько это и почти хватит пробьет она вот эту броню потому что обычную броню праздники разнесут а любой отряд конницы когда их прикрывает пехота подбирают наконец-то мы мои ребятки что вы там уже истощены нет активные тоже неплохо ну понятно гоняться значу по карте за этими за этой конницы это бред полный поэтому как бы никаких тут вопросов по итогу я вот сейчас добежал думаю попробовать их сначала выводить на себя или хотя бы попытаться это сделать тут тоже это не стали так бог знает сколько и мы все равно не достали ни хрена своих этих деревьев ну вот наконец-то подобные эти быстрее парни я выскакиваю из засады мы тут такая пьяная лавка я пытаюсь идти на них они пытаются этим меня и все но это нереально будет поэтому я просто сейчас план на заведомо подготовленные позиции но тут тоже такой вопрос вот какой вопрос 9 человек 9 это тоже не жизнь не поле жизни не больных вот какая-то такая вот битва сейчас тут получается в проща кидают в них они стреляют у меня куча конец и тут ложится тоже еще она не падает а да здесь лично трудная ситуация потому что выписали просто выбили один отлет потому что сбоку здесь настреливают прикрыть попробовать попытаться ну знаете тут неплохо я их шатнул да у меня сейчас это выбери там отряд один но тут их просто вот если так подождите парни развернулись вот так а вы станете то сейчас и не останется так ни фига вот я просто переживаю что проще у меня не хватит вражеский военачальник военачальник вот еще прикол что вот я стою в деревьях конкретно сейчас вот эти парни что-то как-то немного стреляют и что они будут делать ладно пускай уже почти разнесли мой ответ ничего не делаю были пошли хреново наши ряды трогали так еще не трогали там не успела еще ничего случиться может другое давайте парни делайте чё там нельзя что просто вы это шанс я не заметила тут окажется такой нежданчик у вас да я уже почти победил ничего себе класс ну ребята схема рабочая если кому это будет полезно милости прошу это офигеть просто это просто круто не ожидал честно говоря может это потому что были деревья не знаю как на открытой открытом пространстве было бы ну я совсем не ожидал что мне казалось то я как-то попаду в ситуацию когда они расстреляют мою тяжелую пехоту и потом вырежут в ближнем бою просто всех от праздников а получилось что я даже ни одного отряда не потерял ну кроме праздников там которых накрыла в ближнем бою накрыли они в ближнем бою и как мы видим большое количество праздников очень эффективно против кавалерии лучников то есть если вы будете играть за греческую фракцию против кочевников набирайте побольше прочь праздников потому что мне кажется можно было еще даже на два отряда больше взять праздников но в данном случае у меня было 9 отрядов 10 отрядов тяжелой пехоты с генералом и этих праздников хватило чтобы почти стек раз раз стрелять бронированных с киевских луч с лучником в общем бронированных на лошадях а это говорит о том что если у них будет еще хуже просто допустим лучник конные лучники без брони то их вообще без проблем порешают ваши праздники надеюсь кому-то это даст новые идеи при прохождении этой игры дальше думайте сами